Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу о том, как правильно посадить рассаду капусты в открытый грунт. Итак, начнем по порядку. Капуста – одна из самых популярных культур на наших участках. Капуста предпочитает расти на плодородных и хорошо структурированных почвах, поэтому нужно подготовить грядку заранее. Капуста не любит расти как на кислой почве, так и на щелочной. Особенно плохо растет капуста на кислой почве и часто болеет киллой. Капуста любит расти на слабокислых почвах или нейтральных почвах – PH 6,5 – 7,5. Устранить кислотность почвы можно внесением известковых удобрений. К таким удобрениям относятся известь, доломитовая мука, либо древесная зола. Их нужно вносить под перекопку. На один квадратный метр в зависимости от кислотности почвы вносят от 200 грамм до 500 грамм известковых удобрений. Почву хорошо перекапывают и грядка готова. Кроме того, капуста отзывчива на органические удобрения. Их нужно вносить также под перекопку. На один квадратный метр вносят одно 10-литровое ведро перепревшего компоста, либо навоза. Почва после навоза становится легкой, плодородной, хорошо структурированной, влагоемкой и воздухопроницаемой. Компост делает почву более легкой для капусты. Кроме органических удобрений, под капусту нужно и минеральное удобрение. На один квадратный метр вносят 40-60 грамм комплексного удобрения. Например, это может быть нитроамофоска. Удобрение также вносят по поверхности почвы, а затем почву перекапывают. Например, я стараюсь меньше использовать различных химических удобрений. Поэтому я беру обычную золу. Готовлю лунки и в каждую лунку насыпаю примерно горсть золы. В золе много кальция, фосфора, калия, а также различные микроэлементы. И кроме того, зола хорошо раскисляет почву, что очень благоприятно действует на капусту. Теперь поговорим о тех культурах, после которых капуста растет лучше всего. Это в первую очередь лук, чеснок, огурцы, картофель и гречиха. Но не следует высаживать капусту после таких культур, как редис, репа, масличная редька и другие крестоцветные культуры. Ведь капуста также является крестоцветной, а значит у данных культур общий вредитель и заболевание. Капусту не следует высаживать также и после самой капусты. На прежнее место капусту можно возвращать только через 3-5 лет после посадки. Итак, когда почва у нас подготовлена, сделана грядка, мы будем приступать к посадке. Как я это делаю? Я готовлю грядку очень широкую. Грядка примерно 1,5 метра, другая грядка у меня вообще 3 метра шириной. Длина может быть разной, у меня, например, грядки по 12 метров. Суть не в этом. Главное соблюдать расстояние. В зависимости от роста капусты, от величины роста, от силы роста выбирают расстояние. Если брать обычную средне-позднюю, либо позднюю капусты, она вырастает очень лопушистой, большой и ей нужно много места для развития. Поэтому между растениями оставляю 50-60 сантиметров. Если брать капусту раннюю, капусту брокколи, либо цветную капусту, она не такая габаритная, значит расстояние немножко поменьше. Примерно около 40 сантиметров. Капусту я высаживаю на грядки в шахматном порядке. То есть копаю лунки в шахматном порядке, затем произвожу посадку. Значит, какие виды и сорта капусты я выращиваю? Во-первых, это мой любимый сорт белорусская поздняя. Это позднеспелый сорт капусты. Он идеален для хранения и квашения. Его я высаживаю больше всего. Затем я высаживаю раннеспелый сорт капусты июньская. Качаны, как вы видите из названия, уже появляются в июне. И на самом деле к середине июня, к концу июня, уже есть качанчики на грядке. Также высаживаю несколько сортов цветной капусты и капусты брокколи. В подготовленные лунки выкопанные я вношу горсть золы, проливаю хорошенько водой. В каждую лунку примерно литр воды. А затем высаживаю капусту. Лунки делают достаточно глубокими, чтобы при посадке капуста оказалась в небольшом заглублении. Это нужно для того, чтобы было удобно поливать, а также удобно окучивать. Капуста будет хорошо развиваться и расти. После посадки я буду проливать капусту еще один раз. Опять же, под каждый кустик капусты я буду выливать литр жидкости. Но полив я провожу уже не просто водой, а раствором с триходермой. Использую биопрепарат на основе триходермы, профит, ложка гранул на 10 литров воды. И проливаю всю капустную грядку. Триходерма будет оберегать капусту от различных болезней, от развития различных патогенов. И урожай будет здоровым. Капуста очень холодостойкая культура. Даже молодая рассада может выдерживать ночные заморозки до минус 5 градусов. Однако капуста не засыхоустойчивая и не любит жары. Участок под капусту лучше выбирать в каком-либо низком месте, чтобы там была влага. Капусту лучше также высаживать в дождливый день, когда стоит пасмурная погода. В солнечный день капуста плохо приживается, она вянет. Но если нет возможности в другой день высаживать, то можно высаживать и в солнечный день. Потому что выходные у нас бывают только раз в неделю. Поэтому после посадки капусты, после полива, обязательно прикройте ее белым спонбондом. Спонбонд будет притенять капусту, будет препятствовать испарению влаги, иссушению ветром почвы. И капуста будет хорошо развиваться. А также спонбонд будет сохранять тепло и убережет рассаду от сильных перепадов ночных и дневных температур. Многие интересуются. У капусты есть вредители, а самые опасные, конечно же, слизни, которые могут уничтожить весь урожай. Как я с ними борюсь. Капустные грядки я мульчирую крапивой. Крапивы в достатке в лесу, около речки. Ее можно заготавливать в сезон в неограниченных объемах. Поэтому я скашиваю крапиву, приношу и застилаю слоем примерно 10 сантиметров всю грядку. Слизням очень не нравится запах крапивы. И вредители обходят мою грядку стороной. Каждый год я выращиваю примерно 300 корней капусты. И урожаи у меня всегда хороши. Поэтому, если вам интересно, если мои советы полезны, применяйте их и также будете с богатым урожаем. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok